Всем привет, друзья! Мы в Воронеже на фестивале «Русское лето» и сегодня мы покажем, как это здорово. Погнали! У меня немножко подсел голос, но я думаю, нам это не помешает. Это хелло-селло. И мы с вами в Воронеже на пыжиковских чтениях. В Воронеже проходит фестиваль «Русское лето». И в рамках этого фестиваля проходит чтение в память о усопшем год назад, к сожалению, рано. Ушедшим от нас, Александру Владимировичу Пыжикове, классном историке, которого я очень сильно люблю. Поэтому вон на той импровизированной арене, площадке будет происходить чтение, будут выступать люди, которые знакомы с его трудами. Будут выступать Евгений Спицын, Захар Прилепин. И вместе с вами мы посетим это классное мероприятие. А также мы посетим фестиваль «Русское лето», которое проходит здесь. Вот там Захар Прилепин стоит. Вот там Евгений Спицын и Евгений Спицын стоят. В общем, сейчас будет движнёк. Викторина Пыжикова, вдова Александра Владимировича. Тем людям, которые его окружали, близким людям, то, что он был человеком идеи. Даже визуально, по-человечески была удивительная эта встреча, был удивительный этот человек, потому что, ну, если читать его книги, а тогда я уже начал знакомиться с его работой, конечно же, представляется такой жёсткий, суровый такой профессор. Я сам всё-таки учился в ВУЗе лет 9 примерно с большими перерывами. И помню вот эту ещё старую закалку советскую профессуру. И такие были профессора, что, ну, ставили на место студентов просто вот на раз. Вот. И я так себе его выражал Пыжикова. И потом у меня сложилась такая ассоциация, когда я вот уже познакомился с ним поближе, он однократно бывал у нас вот у меня на хуторе в Подмосковье, выступал там с лекциями. Ну, не скажу, что не буду дать себя за его приятеля, но у нас были такие отношения добрососедские в мире литературы и истории. Мы даже вместе выступали с ним пару раз. Дает уже определенную систему представления, что тут что-то явно уже не случайное. И, конечно же, здесь однажды, собственно, Александр Пыжиков пришёл на помощь и всё это блистательно точно просто разложило. Что, конечно же, колоссальный слон в национальном сознании и утеря легитимности взгляд на тех же самых романов. И вот я от себя могу даже такое ощущение передать. Я выступил Захар Прилепин. Интересно, классно. Сейчас должен выступать Евгений Спицын. Всё достаточно уютно проходит. Вот там Захар Прилепин раздавит автографы и делает себяшки, точнее, с ним делают себяшки. Вот вот так вот просто сидит Евгений Стариков на стульчике и копается в телефоне и говорит с кем-то. Там Евгений Спицын. В общем, весь бомонд исторического российского движения здесь. Так, ну ладно, друзья, пошли погуляем по фестивалю, потому что послушали уже Прилепина, Спицына. Очень интересно. И давайте мы покажем, что здесь у нас будет. Садков, 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 Добрыни Никитич, Алеша Попович. Все, кто в «Былинах» играет на губах, никогда не узнали. То есть у нас информации раньше конца 15 века, у нас информации о музыке нет никакой. И мы никогда этого не узнаем, у нас записи не появятся. Поэтому у нас вот называется музей, забытый музей. То есть инструмент мы можем восстановить, а музыку, к сожалению, нет. Можем предплатить. А вот и лоток издательства «Концептуал». Очень, очень. Опа, аккуратненько. Вот здесь вот, я думаю, здесь что-то есть очень интересное. Так, друзья, значит, я не удержался от покупок в издательстве «Концептуал». Все-таки я пришел на пыжиковские чтения, поэтому я купил себе книги. Вот этот вот сет. Сет из трех книг. Вот посмотрите, пожалуйста, пыжиков «Коренная Россия», пыжиков «Славянский разлом», пыжиков «Корни сталинского большевизма». Значит, люди, которые любят историю, велкам. А нам есть, я сейчас с вами подискутирую. Ну и прикупил детское издание «Буховицы». Буховицы, 49 буквиц, которых, да, это отдельная тема. Погнали дальше. Улечка, красотулечка, покажи, что ты купила. Во-первых, зеленый платочек. Платочек. Да, я моих глаз радовала, чтобы. Да, покажу дальше, что тут интересного. Далее у нас медница. Медница, понюхай, понюхай. Понюхайте зрителя. Ой, как пахнет. Ой, как пахнет. Красота. Далее купила своему племяннику рогатку. Рогатку, стоящую, исконную. Свистулок. Столько нас, свистани в нее. Вот так, отлично. Вот эти добрые. Скажите, как вас зовут? Меня зовут Алексей. Алексей. Можем вас... Хохольский район. Хохольский район, вперед. А вот Хохольский район, точно, точно, точно. Эти добрые люди нас поят чаем. А можно еще мне тоже один стаканчик чая? И розовинцы тут. Ай, яшечки, ай, яшечки. Слава Хохольскому району, да? Вкусно. Спасибо. Здорово. Спасибо большое. Здесь в лотках представлены самобытные, национальные, русские, народные предметы интерьера. Хохольский район выставляет. И вот так вот это происходит. Люди ходят, общаются. И, наверное, то, что походка достаточно прохладная, все достаточно уютно, по-доброму. И можно зависнуть не только на целый день, но я бы даже сказал бы дня на два. Да, ульянин плоток, конечно, хорош, тут ничего не скажешь. С этого такие импровизированные, интересные качели. И что самое интересное, никакого электропривода. А только вон тот дядька ходит и их разгоняет. Три часа дня здесь должны происходить, но мы, наверное, не попадем, постановка атаки мертвецов, которая происходила, я думаю, все мои зрители знают, в крепости Осовец. Здесь будет, скажем так, историческое, актерское воспроизведение этого мероприятия. То есть очень отрадно, что такие мероприятия вообще происходят и поднимают национальный колорит, национальный дух, национальное самосознание. Некий культурный код обуждается, когда такие вещи происходят. Андрей Александрович, я правильно говорю? Совершенно верно. При этих словах я должен вам показать вот этого викинга. Друзья, мы пошли к лотку с Вологодчины. Как вас зовут, Катерина? Вот мы рекламируем. Да, вкусные чаи. Нас тут уже всячески увещевают. Ну что, мы что-нибудь возьмем? Да, смолилась. А это вы придете, да? Прямо как самобытно это и делалось, да? Это не прям... Или это веревка просто? Пояс. А это пояс так делается, да? Пояс, как пояс, да. Можно делать разные узоры, не типа, как у меня вот этот. Но это там нужно по определенной литочке уже выставлять заранее. А можно сделать просто однотонный, и то все проще. Ты можешь крутить в другую сторону. Как вы думаете, куда все стоят? Сейчас стоят на дегустацию цинеков луктоских. И не протолкнуться туда. У вас медовуха? Здравствуйте. Здравствуйте. А почему медовуха? Это все шкаканчик большой. Она алкогольная? Нет. Идешь, идешь, такой. А тут хоп, стариков. Ты за гневой. В общем, друзья, здесь просто все мастера, рукодельники просто выставляются, причем выставляются не только с воронежских мест и областей, да, но и вот, как мы видим, со всей Центральной России сюда приехали. Я не понимаю только, почему наш друг Дима Дунаев-Кожевник здесь не выставил. Сейчас плывет подсказочка на его кожевенные изделия обязательно. А вот здесь выступает историк Николай Сапелкин. Мы даже сейчас туда подойдем. А вот почему они пали под ударами небольшой горски людей с севера, долгое время было загадкой. Получается, мы в Воронежце захватили Индию. Это я к тому, кто позже подошел, чтобы вас немного захватить внимание. А потом появилась такая версия, что жить в городе нельзя, жить в городе убивают. Как только люди стали перебираться из сельской местности в город, они стали слабыми, они стали подвержены разного рода эпидемиям. Эти эпидемии настолько ослабили их цивилизацию, что просто небольшая горска воинов, хорошо вооруженных и имеющих превосходство в виде колесниц боевых, просто захватила весь Индостан. поработила, усыновила там отношения, которые не позволяли местному населению развиваться и двинулись дальше, что называется, менять мир. Я почему об этом так подробно рассказал? Потому что без легенд тоже невозможно понимать свою идентификацию, свою самость. И, соответственно, в этой книжке есть еще и легенды. Ну, я понял, понял. Я смотрю, вы там выступили. Я скоро приду вам на смену. Да, хорошо. Спасибо вам большое. Значит, друзья, вот одну такую книжечку по истории Воронежа мы сейчас разыграем специально для вас, уважаемые подписчики. Одну я взял себе домой, а одну вы будете иметь шанс выиграть в нашем розыгрыше. Сейчас мы с нашим другом Андреем Никитиным, между прочим, историком по образованию. Думаю, для вас вопрос, на который вам нужно будет ответить в комментариях. Тот вариант, который нам больше всего понравится. Именно тому мы отправим эту книжку. Итак, официально называется жители города Воронежа Воронежцы и Воронежец Воронежка. Приложите, пожалуйста, свой оригинальный вариант того, как можно называть жителей города, если не таким образом, а вашим, каким вы предложите. Победитель, автор самого оригинального предложения получит вот эту книжку с автографом автора Николая Сапелкина, известным общественно деятельно, историком. Ура! Я поймала сничь. А что у нас внутри? Опа! Такой сничь. Друзья, очень здорово, что такие мероприятия имеют место быть, которые поднимают национальный дух, который пробуждает интерес к родной истории и к отечеству. На этом все. Принимайте участие в нашем конкурсе. И до скорой связи. Пока-пока!